Торговый понедельник начнется с выхода макроданных Японии. Известно, что экономика страны находится в состоянии рецессии и за третий квартал ВВП снизился до минус 1,6%. Важно отметить, что предыдущее значение было на уровне 7,3%, поэтому выход показателей за четвертый квартал будет наиболее ожидаемым событием азиатской сессии. Наши наблюдения показывают активность торгов в районе 35-78 пунктов после выхода данной статистики в первый час торгов. Кроме того, трейдерам следует обратить внимание на индекс промышленного производства Германии. Вопреки негативным прогнозам по экономике Германии, последнее значение индекса было воспринято рынком как позитивный сигнал. Положительная динамика данного показателя может значительно повлиять на укрепление евро. История торгов показала активность в районе 10-32 пунктов после выхода данной статистики в первый час торгов. На американской сессии выйдет индекс количество выданных разрешений на строительство в Канаде. Данный показатель изменчивый, поэтому может создаться интрига среди участников рынка. Возможный рост индекса создаст предпосылки для укрепления канадского доллара. Наше наблюдение показывает активность торгов в районе 12-29 пунктов после выхода данной статистики в первый час торгов. Учитывая насыщенность новостным фоном, следует ожидать увеличение интереса к японской иене, единой европейской валюте и канадскому доллару. На сегодня все. Удачи! Уберегите себя. Помните, вера в себя открывает путь в удивительный мир возможностей.